С такой зажигательной ноты началась необычная лекция. О важности светоотражающих элементов на одежде пешеходы рассказывают гости из Москвы. Форма подачи информации оригинальная. Для начала завели детей танцами, песнями и шутками. Нередко школьникам после продленки или дополнительных занятий приходится возвращаться домой в сумерках или даже по темноте. В обычной одежде водитель автомобиля может заметить пешехода за 30-50 метров. Этого недостаточно, чтобы быстро затормозить. Итог может быть трагическим. Но если на человеке есть светоотражающий брелок, значок или браслет, он становится виден за 300-400 метров. Сейчас у нас начинается осень, зима, быстро темнеет, поэтому нам нужно детям разъяснить необходимость использования данных светоотражающих элементов. На данных мероприятиях проводятся с ними занятия. В игровой форме им объясняется важность использования данных светоотражающих элементов. Посмеялись, подвигались, теперь зарядка для мозга. Идущие задают вопросы касательно правил дорожного движения. Пятиклассники с легкостью дают ответы. А вот эта игровая форма зарекомендовала себя тем, что дети и отдыхают, и в то же время получают определенные навыки. Мы не говорим сейчас о теории. Теория – это хорошо, но все-таки самое главное для ребенка, чтобы он безопасно передвигался по дороге, чтобы у него были навыки. И такая форма игры оказывается самым эффективным способом, чтобы дети запомнили не совсем интересную, но полезную информацию. Порядовали и подарками. Каждому досталась футболка, кепка и светоотражающие элементы. Ученики пятого класса Ясмин и Рома уже знают, как их использовать и с удовольствием будут носить. Вот такие значки можно повесить или на рюкзак, или на резинку, если у девочек. А вот такие обычно на ключицы вешают. Вот. Теперь меня будут видеть водители автомобилей. Это первый этап мероприятия. Далее увлекательные лекции ждут школьников Евпатории и детей в Артеке. А вся программа охватывает несколько регионов Российской Федерации. Юлия Попович, Роман Ананев, Служба новостей и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин